Дмитрий, сейчас мы все переживаем карантин в разной средине. Как он проходит именно для вас? Ну, по-разному. Может быть, как-то конкретнее вас спросить, как он проходит. Ну, как у всех, да, в основном я нахожусь дома. Вот, ну, как бы, коснусь немножко личного, сейчас я не совсем у себя дома. Ну, вот, у него была разрушительная сила у этого карантина. Не знаю, карантин где-то, свои причины, но все-таки, да. Так вот немножко, укратчиво отвечу. Укрратчиво, очень укратчиво. Чего-то, может быть, вам не хватает во время карантина, если у вас не хватает? Да нет, не всего хватает, и работы хватает, и возможностей для работы хватает. Все класс, то есть я не, я не против, то есть мне вполне комфортно. Дмитрий, с какого возраста вы себя помните? Вы имеете в виду какие-то целостные воспоминания о себе? Ну, можно про дневарные, но можно? Ну, наверное, с трех лет. Я думаю, да. Я думаю, что с трех лет я себя уже начал ощущать, чувствовать себя. Ну, или как это, анализировать, что ли, да, что я — это я. Понимать, что я — это я, да. А какое самое теплое, самое хорошее, приятное воспоминание вы помните? То есть в целом, вообще? Угу. Ну, фух. Ну, так сразу на скидку сложно сказать. Ну, если уж мы заговорили о раннем детстве, то есть я задумывался о раннем детстве. У меня очень, очень теплое воспоминание моего деда, которого не стало, когда мне было пять лет. Вот. И да, я помню вот некоторые фрагменты с ним, какие-то вот наши такие диалоги дедушки и внука. Такие короткие диалоги, потому что он был очень так лаконичным в общении. Вот. И это было очень, да, 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 действительно, мне очень было приятно. А как вы в семье, как вы в семье, вспомнили про дедушку, про дедушку, как вы в семье храните память про людей других ваших? Паш. Честно говоря, мы храним память, наверное, о тех, с кем мы непосредственно сталкивались, потому что я мало знаю историй о своих предках, с которыми я лично не сталкивался. Ну, почти ничего не знаю, скажем прямо. То есть как-то у нас традиционно не... Ну, вот нет такой традиции, да, там, пересказывать истории, как-то, ну, как вы говорите, да, хранить память наших предков. То есть я ничего не знаю, скажем прямо. Ну, вот так вот, да. А у вас широкая родословная? Достаточно, да. А что вы знаете от тех, с кем вы лично знакомы, там, дедушках, бабушках, прадедушках, прабабушках, где они были во время Второй мировой войны? Ну, вот насчет пра, я ничего не знаю, опять же повторюсь, да. Я их, я с ними, ну, то есть, их уже не было, когда появился я. Вот, но я знаю, что моя бабушка воевала. Она была зенитчицей-наводчицей. По ее наводкам, да, если я не знаю, правильно ли это, так ли это звучит, было сбито 11, ой, сори, 17 вражеских самолетов. То есть у нее есть орден, да, там, ну, вот вообще. Ну, ее сейчас уже нет бабушки, то есть она умерла 8 лет назад. Опять же, она мало об этом рассказывала, просто, ну, так как это, это было ее, ну, скажем, такой вот, такой подвиг, да, что ли, военный, да, ну, я не знаю, можно ли это назвать подвигом, но все же, да. Вот, и поэтому, да, это сохранилось в истории, но опять же, без подробностей, да, опять же, без каких-либо уточнений, подробностей, что-то как. Вы не отбуждали эту семью? Нет, я очень жалею об этом, на самом деле. Я пытался, потом уже, она уже была старенькая, ну, хотя она до последнего была в своем уме, да, то есть у нее, как бы, ну, там были какие-то старческие, там, она что-то забывала, там, да, но, тем не менее, я пытался как-то узнать, но она уже как-то неохотно об этом говорила, да, то есть уже не было какого-то, то есть историй я не смог никаких достать, вот так вот, да, но я пытался один раз точно, притом на камеру, я поставил камеру, ну, так, чтобы она не мешала ей, да, вот, но, увы. Ну, вам было бы интересно узнать, не знаю, что-то, что-то о своей семье. Вот, вот про деда, вот я мало чего знаю про деда, он, ну, они жили в Полтавской области, он там был на хорошем счету в этом, в селе, в котором он жил, он был там, знаете, ключник, есть такой, ну, был такой, да, ключник, у которого были все ключи от всех складов, да, и он был прям, ну, там, наверное, самым главным человеком, ну, или одним из самых главных, да, потому что у него ключи, вот, и это было, и я знаю сейчас, что это не просто так, то есть, эта должность у него была не просто так, но что сопутствовало, вот, я не знаю, знаю, что, точнее, не знаю, а есть догадки, что он участвовал во Второй мировой в каких-то, с каких-то подпольных сопротивлениях, но в каких-то, я не знаю, там были догадки, я не хочу сейчас их озвучивать, потому что я не уверен, что, ну, что это, это так. А вы сами откуда, из какого города? Я в Киеве родился и живу. А ваши родители? У меня папа покойный, он из Измаила, вот, мама полтовчанка. Папа болгарин, этнический. Ну, тут у меня фамилия Стойков, да, болгарская, чисто болгарская фамилия. А в каких районах Киева вы жили? Лесной, Харьковский, Оболонь, это у нас что? Оболонь. Короче, Оболонь. Вот, и сейчас Подольский. В центре Подол... ну, в историческом Подол... Нет-нет-нет-нет-нет, нет-нет, виноградарь. То есть, вот, здесь уже на окраине. А вы любите Киев? Обожаю. Обожаю Киев. За что вы любите Киев? Ну, как, он для меня родной. Вот поэтому я, у меня к Киеву претензий масса, да, я там люблю кататься на велосипеде, но там, это не, ну, то есть, это возможно, но это опасно. Да, ну, там, ну, там, вот реально опасно у нас кататься на велосипеде. Сравнительно там с какими-то другими городами, конечно же, можно сейчас назвать массу претензий к Киеву, притом таких объективных, да. Вот, но, опять же, я его люблю просто потому, что он для меня родной. Зеленый город, ну, кстати, вот тоже, ну, вот есть претензии к тем людям, которые причастны к, ну, скажем, ну, как сказать, так, корректней. Короче, портят город некоторые персоны, да, ну, я имею в виду застройки и вообще в целом стратегия, да, развития города, потому что она не устраивает меня, я думаю, что это не уникальная позиция, вот, но, тем не менее, Киев остается Киевом все равно. Днепр, 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 в конце концов, Гидропарк, да, Труханово, ну, это же классные места, если их, конечно, не уничтожат, но классно, вот, пуще водица рядышком, обожаю. Ой. А вот как киевлянин, ну, как человек, который тут родился, ходил в школу, университет, может быть, вы помните, когда вы впервые узнали о трагедии Паганного Яру? Ну, это всегда витало, я не помню, когда я впервые об этом узнал, но, признаться честно, заинтересовался этой трагедией я относительно недавно, то есть, это было, наверное, ну, лет пять назад. То есть, я уже начал читать, вникать там, что происходит, ну, опять же, я вник там, ну, то есть, я не историк, я не копался глубоко, вот, ну, по большому счету, может быть, здесь и нет никаких подсмыслов, да, там, тайных каких-то историй, то есть, тут все очевидно, пришли, убили, ну, что тут говорить. Вот, ну, лет пять назад, наверное, да. А почему вы интересовались вдруг историей? Ну, потому что это, это очень масштабное событие, ну, как же. А вы были на территории самого Паганного Яра? Да. А когда пришлось? Точно скажу, три недели назад. Что вы чувствуете, когда вы находитесь? Противоречивое чувство. Ну, потому что, ну, смотрите, сейчас, если вы пройдетесь по парку, да, вы не почувствуете того, что там произошло, произошли настолько страшные трагические события. Там есть некоторые эти, как это называется, какие-то информационные, условно, знаки, да, там, какие-то тексты где-то на каких-то табличках, где вы можете там почитать и сказать, ой, неужели? А в целом это парк, ну, просто парк, это сквер и дикая местность, где там все, что угодно происходит, понимаете? И с палкой еще немножко. Мне очень приятно. Да. Попросите, каким должен быть мемориал, который бы рассказывал историю Лобинова Яра? Ну, я не знаю, каким он должен быть, но точно, ну, мне кажется, что тут нельзя сейчас, нельзя говорить, что вот есть белое, есть черное, да, там. Нет, события очевидны, да, пришли плохие люди и убили безоружных разных мирных людей, да, это сделали очень быстро, цинично и, ну, ну, но тут я не знаю, я не знаю как, и вот тут вот я не знаю, честно, я теряюсь, я не знаю, в каком формате он должен быть, этот комплекс. Как вы думаете, почему такие-то едики? Ну, он точно должен, да. Простите, не, говорите? Да, говорите. Ага. Я говорю, что он точно должен быть понятным, да, что человек приходит и понимает, что он попал не в парк. Ребят, ну, не в парк уже, уже не в парк. Увы, да, там, если вы хотите прогуляться или там пожарить шашлычко, то нет. Ну, как бы, у вас сразу должно быть чувство, что какие шашлычки, да, там, какие эти, какие пивашки и, ну, и так далее. Ну, на кладбище же мы так не делаем, ну, хотя, как сказать, да, там, гробки. Но, тем не менее, да, мы не приходим специально на кладбище, чтобы там побухать, да, там, вот, а где сегодня побухаем? А давай на кладбище побухаем, а давай. А, по сути, это, как бы, это, это большая, одна огромная могила. Одна громадная могила. Как вы думаете, почему происходят такие трагедии, как Холокост? Почему? Да много дикого происходит в мире. Вопрос, почему, я не знаю. Не знаю, я не психолог, не знаю, откуда это все. Иногда люди себя чувствуют, может быть, ну, иногда людям кажется, что они могут там в корне что-то поменять, поменять природу жизни, поменять там. И вот у них это чувство настолько мощное, да, что они, вот, идут на какие-то такие радикальные поступки. Ну, может быть, так. Может быть, опять же, если есть, условно говоря, один человек с какой-то идеей, да, и он эту идею распространяет на массы, а эти массы, просто перекладывая на него, якобы, ответственность, как бы снимают, ну, они подсознательно снимают с себя эту ответственность, и все. И он, он ими манипулирует, а они, как бы, вполне исполняют свой, якобы, да, там, какой-то там долг или что-то. Ну, может быть, так. Хотя, я не знаю, почему. Вообще, я не понимаю. В таких масштабных трагедиях виноват один человек или виновата общество? Ну, безусловно, общество. Безусловно, нельзя винить одного человека. Потому что каждый из нас отвечает за свои поступки. Я не могу сказать, что если я пойду сейчас что-то там замучу, такое, да, а просто потому, что кто-то сказал, что это нормально. Я должен сам проанализировать, нормально это или ненормально. И сам буду отвечать за это. Может ли такая трагедия снова повториться? Где-то в Украине. Ну, вполне. Почему? То есть, это, это, ну, смотрите, ну, это невообразимо звучит, да, ну, как она может, ой, нет, садитесь, телефон, как она может снова случиться, да, ведь у нас уже есть опыт, у нас уже есть, у нас уже есть понимание, что это плохо, да, с одной стороны, а с другой стороны войны-то происходят, хотя все прекрасно знают, что война это плохо, и ни одна война не была, скажем так, вот, все победили, все счастливы, класс, мы молодцы, мы победили, а то, что, там, перебили, что с одной, что с другой поломаны судьбы, ну, и так далее, да. Ну, и тем не менее войны происходят, тем не менее люди идут с оружием и убивают других людей, и с оружием, и безоружных. Поэтому я допускаю все. Важно ли нам помнить плохое? Да. Почему? Важно. Ну, опять же, чтобы не повторять, стараться хотя бы как-то удержать себя в каких-то там, в каких-то порывах, в желаниях. А что значит помнить? Ну, видеть картину, видеть, ну, хотя бы общую картину того, что произошло. Наверное, так. Что мы можем делать, чтобы не повторять ошибок? Чтобы не повторять ошибок. Ну, опять же, учиться. Учиться на чужих, на… и на чужих ошибках, и на своих ошибках, и на исторических каких-то несправедливостях ошибок. То есть вот делать выводы и всегда это держать в уме, в сознании. Что вас радует? Радует? Да много чего меня радует. Мне дети мои радуют. Каждый день. Семья меня радует. Все меня радует на самом деле. Все хорошо. Происходит же все к лучшему, правда? Да. Я пытаюсь позитивно мыслить. Все к лучшему. О чем вы мечтаете? Скорее, вот так, я скажу из последнего, да? Вот у меня были немножко раздумия недавно. Как бы я не любил Киев, как бы я не был украинцем, да, что ли? Но я хочу найти где-то на этом шарике земном нашем свое место. Пока это Испания, мне так кажется. Ну вот это вот, собственно, Барселона, да? Регион Каталонии, класс. Обожаю. Люди и местность, среда, ну вообще все класс. Что для вас самое главное в жизни? Я думаю, важно... Самое главное. Что для меня самое главное в жизни? То есть дети мои, опять же. Я очень волнуюсь за их... За их будущее в плане их уверенности в том, что они делают. Потому что у меня часто в жизни какие-то сомнения, какие-то там... Ну, все время, мне кажется, что-то не так, что-то не то происходит. И вообще... И это очень сильно, ну так скажем... Ну так, горчит, да, в жизни. А это плохо. То есть... А есть... Ну вот я наблюдаю, да? Есть люди, у которых этого меньше. У них больше уверенности в себе, больше... Вот поэтому мне бы хотелось все-таки, чтобы у меня дети были уверенными, крепкими парнями. И вот я сейчас стараюсь... Работаю над этим. Спасибо вам за разговор. Да, не за что. Прямо у меня так это... Я не думал, что он будет настолько лишний. Ну, я думаю... Ну, я думаю... Ну, я думаю... Ну, я думаю...